Всем привет! Сейчас за окном дождь со снегом, а я создала теплую и уютную атмосферу и решила заснять для вас видео. Сразу прошу прощения за атмосферу весенней депрессии. Видео записывалось в холодном грустном апреле этого года. Надеюсь, уютная свечка на фоне поднимет градус веселья. Вам желаю приятного просмотра. Хочу затронуть сегодня такую тему, как проблемная кожа лица, а именно поговорить о сухой коже. Моя кожа это полнейший аттракцион, а я даже до сих пор не знаю, не могу точно определить сухая она у меня или комбинированная. Моя кожа очень сильно сохнет, но при этом если ее случайно переплетать кремом, она будет просто дико жирной и этот баланс поймать очень сложно. То есть для меня целая проблема подобрать какое-то уходовое средство. При этом для моей кожи чистого увлажнения недостаточно. И обязательно нужно покрыть чем-то таким, что создаст барьер и не даст уходить влаге. Я считаю, что чуть ли не самым важным этапом в ходе за кожей является именно ее очищение. И очень важно подобрать коже именно то, что ей подходит. Так как у меня сухая кожа, я пробовала вообще самые разные способы ее очищения. Очень долгое время очищала кожу такими целлюлозными спонжиками, но постоянно приходилось либо применять усилия для того, чтобы очистить кожу до гладкости, либо применять жесткие средства. А жесткие средства, типа обычного мыла, они не то чтобы сушат мою кожу, но они способствуют подсушиванию всяких мелких подкожных новообразований, которые вроде бы сами бы рассосались, но при воздействии чего-то осушающего они просто окаменеют, становятся очень плотными и удалить их можно только в механической чистке. Также я пробовала очищать кожу менее жесткими способами. Я думала, что если ее особо не трогать, то может быть так будет лучше для нее. Я пробовала очищать кожу тониками, также пробовала пользоваться просто какими-нибудь гелями для умывания, то есть не воздействуя никакими губками, просто вспенивая на лице и смывая. Но так моя кожа абсолютно никак не очищалась. Главная моя проблема состоит в том, что кожа сухая, если до конца не очистить ее во все ярковесшие клетки, то образуются такие как бы корочки небольшие. Визуально их не видно, но когда притрагиваешься к коже, то чувствуется, что есть тут, тут, тут такие точечки небольшие, как будто прыщи. Это такие небольшие сухие корочки, которые закупоривают поры. После этого образуются либо черные точки, либо непосредственно комедоны. А если рассматривать другую сторону очищения, то есть более жесткое, то нужно тоже учитывать тот факт, что приходится довольно травматично постоянно воздействовать на кожу и растягивать, применять физически какие-то усилия для того, чтобы ее очистить. Это тоже нехорошо. Поэтому я постоянно находилась в поиске каких-то аппаратов или способов очищения для того, чтобы делать это менее травматично, чтобы особо не мучить свою кожу, но при этом очищать ее достаточно хорошо и достаточно хорошо ее увлажнять. Когда-то давно я прикупила в FixPrice вот такой вот аппаратик для очищения лица. Здесь имеется две насадки, такая силиконовая с мягкими ворсинками и вот такая стандартная. Также он работает от двух пальчикового батареек получается, имеет две скорости. Меня в принципе устраивала именно вот эта насадка, которая чисто щеточкой. Вот эта же насадка, она такая более мягкая и нужно довольно долго очищать лицо, чтобы она достаточно хорошо очистилась. И минус этой штуки в том, что она недостаточно мощная. То есть, когда прислоняешь непосредственно к лицу, она приостанавливается, скорость уменьшается и, соответственно, приходится долго все это дело возюгать по лицу. Что скажу относительно вот этой щеточки, мне показалось, что все-таки пусть здесь и очень-очень мягкие щетинки, но если переусердствовать, хотя я не сильно давлю, то есть я, считай, вожу по лицу и практически не надавливаю, все равно есть риск переочистить кожу. И у меня, особенно вот этой части около рта, частенько появляется шелушение, прям покраснение такое. Мне приходилось устранять это метилуроцилом и депантенолом. Но все это проходит где-то несколько дней и покраснение остается, ощущение вот это вот неприятное. Поэтому я решила искать какие-то средства дальше. Так как я давно сижу на ютубе, я частенько натыкалась на видео про два таких аппарата. Первый это Clorisonic и второй это Foreo Luna. В общем, это два разных, абсолютно два разных аппарата. Они имеют разное действие. Кому-то нравятся аппараты по типу Clorisonic, а кому-то именно как Foreo Luna. Кстати, я также в FixPrice покупала себе еще вот такие вот щеточки для умывания. Они сделаны из силикона, но здесь абсолютно никаких нету вибрирующих частей. Одна одевается на пальчик для того, чтобы проработать зону около носа. А вторая вот такая вот плоская. Здесь тоже щетинки мягенькие и вот такая вот ребристая штучка с одной стороны. Ну, мне, в общем, было удобнее держаться просто пальцем за вот эту ребристую часть и также умывать лицо. Но, опять же, это такая штука, которой нужно прям очень усиленно тереть по лицу, постоянное растягивание кожи из стороны в сторону. Пока что я на себе не вижу никакой там растянутой кожи, но усугублять тоже не хочется. Поэтому я присмотрелась к щеточкам Foreo Luna, которые имеют подобную поверхность и также их особенность в том, что не нужно и сильно развозюкивать по лицу, то есть какие-то прям конкретные усилия прикладывать, чтобы очистить кожу. Мощность очищения происходит за счет вибраций. Также Foreo Luna утверждает, что в щеточках имеется ультразвуковая функция. Очищение еще идет за счет ультразвука, но это доказать невозможно никак, поэтому вообще по отзывам девчонки говорят, что мало чем отличается очищение в сравнении китайских поделок и с оригинальной Foreo Luna. Поэтому я решила заказать на Алиэкспресс такие щеточки. Они бывают абсолютно разных форм. Есть прям полные практически копии Foreo Luna, именно с надписями Foreo Luna, а есть просто такие no-name щеточки. Также китайцы делают различные формы всякие необычные, но я решила взять именно полную копию Foreo Luna. Они стоят чуть-чуть подороже, может быть рублей на 100, чем просто no-name. Заказывала я эти щеточки с доставкой из России, но продавец почему-то решил отправить из Китая все это дело, но несмотря на это они дошли где-то за 13 дней в Московскую область и вот этот пакетик. Трек, слава богу, отслеживался, потому что доставка была платная. Вот так вот выглядит внутри, то есть продавец упаковал в такую пленку и также еще каждая щеточка упакована в такой мешочек и в пластиковый, и они идут в пластиковом контейнере. Почему у меня две щетки? Потому что я одну заказала себе, а другую своей сестре. Это копия Foreo Luna Mini 2. Так, у меня одна в желтом цвете, одна в голубом. Цвета очень приятные. Желтую я ставлю себе, а голубенькую подарю сестре. А вот эта коробочка у меня немножко треснутая, но мне в принципе без разницы. Штрих-кодики у них налеплены, но на этом ровненько все налеплено, а здесь упаковка была вскрыта. И также я заметила, что у них штрих-коды на Luna Mini 2, Fuchsia. Это я не понимаю, это что, этот цвет или что? Версия 1. В общем, не знаю, соответствуют ли они оригинальным, но мне это было абсолютно не нужно. Мне просто хотелось иметь максимально идентичный дизайн, без всяких смайликов и прочего. Очень любят лепить китайцы. Так, посмотрим. Так, вот эти щеточки. Что я хочу сказать по тактильным ощущениям? Щетинки мягкие, но я так заметила, что у желтой щетинки поменьше в диаметре, то есть они чуть-чуть помягче, чем у голубой. Может, мне, конечно, это кажется, но я вот даже посмотрела, смотрела на просвет, мне кажется, что чуть-чуть буквально все-таки потоньше у желтенькой щетинки. А если у китайцев, конечно, идет различие по цвету, действительно, то желтенькая будет помягче, то есть, наверное, для чувствительной кожи лучше брать желтую, чем голубую. А там также есть цвета. Два типа розовых, черные, насколько я помню. С вот этой стороны идут щетинки меленькие, а с обратной такие жесткие для более тщательного очищения. На лицевой части написано Foreo, есть плюсик-минусик. Когда нажимаешь на кнопочку, включается подсветка. Очень приятно. У меня вот из-за подсветки больше всего понравилось именно вот эти модельки. И начинается вибрация. И с голубой то же самое. Вот я включила самое минимальное, можете послушать. Очень легенько, прям почти не ощущаемо. Ну, это вообще, это жесть. Это там, наверное, максимальное, или я еще не дошла до максимального. Ну, это прям... Это прям как наждачка, наверное. К лицу очень приятно. Что по запаху скажу, они пахнут, да? Пахнут краской. Ну, я вообще особо к этому не придирчива, поэтому... Блин, это силикон. Какая нафиг разница? Пахнет, не пахнет. В любом случае, после нескольких умываний этот запах уйдет. Ничего бояться не нужно. На донышке у этой щетки вот такая вот наклеечка, а сзади хвостик для зарядки. Также в комплекте идут вот такие заглушки, для того, чтобы не попадала вода. А я знаю, что в оригинальной Foreo Luna эти заглушки не нужны, то есть они не идут в комплекте. Само место для зарядки водонепроницаемое. Здесь же требуется заглушка, но ничего страшного в этом не вижу. Также внутри идет вот такая коробочка с зарядкой. Здесь выход USB, а здесь вход для того, чтобы заряжать. Длина шнурка около 30 сантиметров, где-то 31. Также на донышке коробочки лежит вот такая инструкция, как умываться, а на обратной ее стороне какие-то еще ненужные данные. Что скажу по качеству исполнения? Мне все понравилось. Нет такого, чтобы что-то сильно прям торчало. Конечно, видно небольшие швы, но не критично. Ничего особо не торчит. То есть, если кому интересно, совсем бюджетные аналоги вот таких вот щеточек. Это что-то типа вот такого из Fixed Price можно прикупить. Просто попробуйте вообще, нравится ли вам очищение вот такими вот резиновыми штучками. А как аналог к ларисонику можно присмотреть вот такую штуку. В принципе, на первое время очень даже ничего. Я пользовалась этой щеткой, наверное, месяца два. И в целом, за все это время я где-то один раз поменяла батарейки. И периодически я поправляла их внутри, потому что случалось так, что почему-то начинало медленнее крутиться этот механизм. И нужно было просто подвдавить батарейки, чтобы работало лучше. Так. Все ок. Что по поводу средств ухода за кожей лица? До этого я пользовалась просто каким-нибудь гелем для душа. Пробовала умываться мылом. Сразу после умывания я использую тоник. Сейчас у меня вот такой вот из Фикс Прайса для жирной кожи. Он мне очень, кстати, подошел. У кого сухая кожа, не бойтесь его брать. Также у меня был ультра увлажняющий, такой с зелененькой жидкостью. Тоже понравился. Но этот лучше как-то, лучше регулирует работу сальных желез. Все-таки даже у сухой кожи идет выделение сала какое-то локализованное. Даже сухую кожу нужно регулировать в выделении жира. То есть после умывания я беру, либо протираю ватным диском лицо, либо могу просто несколько капель капнуть на ладонь, протереть и поприкладывать к лицу. Это если я не использовала никакую косметику. Если использовала косметику, то до всего умывания я протирала просто лицо ватным диском, смоченным в мицеллярной воде. После тоника я последнее время пользовалась вот таким кремом. Это вот такой вот крем от Планета Органика. Органика крем для лица на арктической термальной воде. Глубокое увлажнение 24 часа. Что мне в нем не понравилось, после него на лице ощущение какого-то парникового эффекта. Хотя это не питательный крем, почему он делает такой эффект, я не понимаю. То есть летом я вообще не могла пользоваться. Просто при нанесении сразу ощущалось, сразу появлялось ощущение, будто лицо моментально начинает потеть. Тем не менее, если совсем чуть-чуть его нанести, то сносно. На данный момент я решила провести эксперимент, выбросить все то, что у меня сейчас есть. Ну, просто убрать подальше, скажем так. Начать пользоваться вот таким вот муссом от DAF. Увлажняющий мусс для умывания, для гладкой и увлажненной кожи. Я буду его наносить на щеточку, массировать лицо, вспыпать. Затем тоник я оставлю вот этот, мне он понравился. Я буду протирать лицо вот этим тоником. И для завершающего этапа я взяла вот такой вот крем Невеке для чувствительной кожи. Увлажняющий крем для лица успокаивается Луэ Вера. Я считала, что он хорошо увлажняет и при этом не должен забивать поры, не должен иметь комедогенного эффекта никакого. Я очень на это надеюсь, потому что у меня это вечная проблема. Как только нанесешь что-то на лицо, то есть ты либо доходишь с сухим лицом, но без каких-то бугарков на коже, либо ты увлажняешь кожу сильно и ходишь с таким бугристым лицом, появляют вот эти вот подкожные такие забитые поры, что ли. Возлагаю большие надежды на этот крем, надеюсь, что он поможет. Его очень сильно рекламировали. Поверила рекламе, его теперь придется проверять. Ну что, сейчас у меня лицо в ужаснейшем состоянии. Я сегодня специально особо не умывалась и засняла на видео, как выглядит моя кожа. Она у меня очень сухая, стянутая. Специально сняла при дневном свете ее, чтобы все было видно. В вечерний мой уход будет еще входить вот такое гиалуроновое желе от Florissant. Покупала его в Фрекс Прессе за 100 рублей. То есть я буду наносить его после тоника, между тоником и кремом. Сейчас же я попробую мыться данной пенкой, используя мое новое приспособление. Протру тоником, увлажню лицо кремом и покажу, какой эффект получится на лице. Так, я убрала волосы. Здесь нужно снять вот эту вот защитную штучку. Я себе подготовила воду. В инструкции написано, что нужно настигель или пенку сначала на лицо, а потом смочить щеточку и уже ей дальше умываться. Но я не хочу разносить пенку руками, я это очень не люблю делать, поэтому я просто уложу сейчас лицо, куну вот этой стороной щеточку и прямо сюда выдавлю. И включаю. Балдеж! Можно было, наверное, еще чуть-чуть подсмочить. У меня сейчас стоит где-то то ли второй, то ли третий уровень скорости. Я не советую сильно вот так вот возюкать по всему лицу, а лучше проработать медленно какие-то зоны и переходить постепенно от одной в другой. Да, очень приятно. Пенка, кстати, хорошо себя показывает. Она никуда не исчезает, как у некоторых средств остается на месте. В принципе, нос тоже достаточно удобно прорабатывать. Очень классно, что это не только очищающий эффект, но и такой расслабляющий. Наверное, буду смывать. Я уже умылась, кожа у меня очень гладкая. Правда, я прошла щеткой два раза. Мне одного раза было недостаточно, потому что у меня были очень-очень сильные шелушения. Это можно увидеть на видео. Но сейчас кожа очень-очень приятная. Причем нету такого ощущения прям резко стянутости, как бывает после мыла. Вот это средство мне, в принципе, понравилось. Имеет такой приятный косметический запах, но не резкий абсолютно. Так, сейчас я протираю лицо тоником. Кожа такая розовенькая. Здесь у меня покраснения так и будут несколько дней, потому что я их... Потому что здесь я случайно стесала кожу прошлой щеточкой. Тем не менее, шелушение здесь тоже нужно убирать, для того, чтобы крем впитался. Протерла лицо тоником. И сейчас будем тестировать крем Невея. Он зафольгирован. Он так вот внутри выглядит. Ой, что-то даже много, наверное, нанесло. Очень приятно. Блин, какая кожа классная все-таки. Она прям... Я бы не сказала, что она прям сильно отполированная. То есть, это не так, как после кого-то жесткого скраба, но при этом она абсолютно ровная. То есть, если какие-то были шелушинки или неровности, то все это моментально снимается. Вот эти вот места я поможу чуть-чуть посильнее. Ощущается небольшое жжение здесь, конечно. Но... Ну, так от любого крема. Все-таки это место я, конечно, буду спасать более серьезными средствами. Для общего увлажнения кожи буду использовать Невея, конечно же. Готовы узнать мое мнение об этой щеточке и средствах спустя аж 8 месяцев? Тогда подпишись, если еще этого не сделала, потому что скоро будет готово новое видео со всеми плюсами и минусами, которые я обнаружила. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok